Вывести трамвайное управление из кризиса и наращивать пассажиропоток. Процесс оздоровления, как заявили чиновники, уже начат. Сегодня в Бийском Депо корреспонденты городских СМИ встретились с новым директором. Шаги по выводу, значит, на сегодняшний день, ну, наверное, вы понимаете, что за столь короткий промежуток времени, буквально-таки две недели, я считаю, коллективом и управленческим персоналом была проделана немалая работа, которая, значит, результатом которой стали намеченные мероприятия на сокращение издержек именно предприятия в целом. Подробный материал смотрите в ближайших выпусках программы «Будни». Кстати, электротранспорт переживал и переживает кризис не только в Бийске. В 2011 году сложная экономическая ситуация сложилась в Барнаульском трамвайном парке. Содолженность предприятия составляла 267 миллионов. 49 из них – это долги по энергетике, остальное – неуплаченные налоги. Правда, спустя три года столичное предприятие сумело прервать серию банкротств. Первый кризис Барнаульского депо был самым тяжелым. Тогда проходила процедура реорганизации трамвайно-троллейбусного управления в гор «Электротранс». Затем было банкротство по требованию кредиторов. Предприятие задолжало налоговикам. А третье состоялось в 2011 году. После чего руководство трамвайного парка провело серьезную оптимизацию маршрутной сети и сократили ряд служб. А это порядка 300 человек. Затем прошла работа с дебиторами и Министерством финансов. И сегодня Барнаульское трамвайное управление – это стабильно работающее предприятие. Продолжение следует...